Мы надеемся, что сегодняшняя дискуссия предложит аргументы как за участие в этих выборах, и если за, то почему, зачем нужно идти на эти выборы, мы хотим услышать от сторонников участия в выборах ответ на этот вопрос. Так и против участия. Мы со своей стороны аргументы выскажем, кто-то их поддержит полностью, кто-то частично, кто-то дополнит наше мнение или обоснование этого мнения, кто-то выскажется против. Но нам надо увидеть вот этот спектр взглядов. Мы надеялись, что политические партии живо на это откликнутся, тем более, что для организации этого мероприятия их не требовалось ничего, кроме того, что явиться сюда со своей позиции. Ну, к сожалению, большого отклика мы не получили. Некоторые партии сделали вид, что до них информация не дошла, хотя мы точно знаем, что она дошла. Ну уж, вот такие выборы и такие партии, с которыми мы сталкиваемся. И я предлагаю точку зрения, которая в значительной степени совпадает с тем, что уже есть в официальных заявлениях РФ, ну и добавляя какие-то здесь свои собственные суждения, как специалист в этом вопросе. И начинаю с того, что информационное пространство, которое нас окружает, вообще не интересуется выборами. Я сегодня специально посмотрел вести по федеральному каналу, по государственному в 11-12 часов. Вести в 11 часов начинались с вопросов лечения от храпа. Вести в 12 часов, в основном событиями в Сирии и Италии, ни одного слова о выборах в официальных информационных сводках нет. Пару дебатов, так называемых, я посмотрел. Это не дебаты. Это не дебаты, это очень дешевая реклама. Люди, которые никогда рекламой не занимались, пытаются что-то рекламировать. Свои символы, свои физиономии, может быть. То есть информационное пространство не занимается выборами. Если какие-то там ролики кто-то заметит, какие-то отдельные фразы увидит, может быть, он что-то узнает. Вот еще один образец, который до меня добрался, ну просто потому что я был близок к источнику этой продукции, не буду называть фамилии, вот депутат Единоросс. Так как он выглядит на буклетике, он выглядел лет 20 назад. То есть это реклама того товара, который не существует. Вот буклетик, в котором 5 вопросов, которые сам себе этот действующий депутат задает и на них отвечает. Ничего существенного, что могло бы действительно интересовать избирателя, нет. Это не последний человек, не единственный России, заместитель председателя фракции. И вот когда у него спрашивают, какими достижениями вы гордитесь, он сам себя спрашивает, сам отвечает. За 17 лет работы в Госдуме я приобрел такую правовую подготовку, чтобы уж очень многие нормы законов, знаю наизусть, понимая, как нормы отразятся на людях. Я являюсь одним из лидеров по количеству принятых законов, все они направлены на повышение качества жизни людей. То есть ни о чем. Человек 17 лет подседел в Думе, он ничего конкретного сказать не может. Только говорит о том, что он занимает высокие должности, за 17 лет он прошел какие-то шаги по карьерной лестнице и приобрел огромную подготовку, которую на самом деле приобретают на студенческой скамье. И еще вопрос. Кто и что вдохновляет вас на работу? И он пишет, что меня вдохновляет и наша эффективная внешняя политика, и деятельность нашего президента Владимира Путина, у которого я старался постоянно учиться. Ну как бы лизнул, глубже некуда. Вот такого рода реклама и брошюр к того же самого автора, с теми же физиономиями, снятыми 20 лет назад, что вам необходимо знать о ЖКХ. То есть человек, видимо, занимался вопросами ЖКХ очень долго, и вот такая инструкция. Тут ничего о парламентской работе, о законах. Это инструкция, представляете, эта книга тут порядка 100 страниц, почти 74 страницы, о том, как обычному гражданину разбираться с вопросами ЖКХ, как будто у нас в жизни больше ничего нет. Вот мы должны изучать эти брошюры и наблюдать вот за таким вот, такого рода физиономиями. Это такая преамбула, а по существу, кто проводит выборы? Вот те люди, которые проводят выборы, кто наделил их полномочиями? У них есть права, права нет выборов. Если Конституция в 1993 году не получила необходимых 50% голосов избирателей от всего корпуса избирателей, может ли она считаться принятой? По действующему на то время от закона референдумов не может. Поэтому все государственные институты, которые формируются на основе этой Конституции, не являются легитимными. Ну, мы понимаем, что если сказать, что все это должно прекратить действовать, то тогда, можно сказать, государство распускается. Хорошо, пусть действует эта Конституция. Пусть сочтем, что она не легитимна, но лучше хоть какой-нибудь закон, чем вообще никаких законов и ликвидации государства. Хорошо, те, кто ее принял, те, кто клянется на этой Конституции, они ее исполняют? Нет, они ее не исполняют. Они не исполняют ни в основополагающих ее статьях, ни в тех, которые посвящены деятельности органов государственной власти и порядку формирования этих органов. Есть статья, которая говорит, что народ источник власти. Вроде бы выборы должны превращать эту формулу в нечто реальное, формировать вот эти институты государственной власти. В Конституции в деталях это не написано. Там есть только положение о том, что в России многопартийные. Но чтобы партизировать все выборы, там ни слова нет. А последние два сезона деятельности Госдумы у нас были только партийные выборы. Сейчас снова вернулись к мажоритарным. Там нет никаких фракций и нет никакого права депутату становиться членом какой-либо фракции. А реально Государственная Дума действует только через фракции. И если кто-то, одинокий депутат, пробьется каким-то образом без партии в Государственную Думу, то он вынужден будет вступить во фракцию. И по практике, скажем, 93-2003-2007 года, как я смотрел, было в Думе, пока были эти мажоритарные выборы, было человек 15 тех, кто мог себе позволить быть вне фракции. Они не имели никаких прав. Потому что ты представляешь только одного себя. А представитель фракции представляет как минимум несколько десятков человек. И всегда Государственная Дума принимает решение, ну мы дадим выступления сейчас в дебатах по каждой фракции, ну а вы кто там такой, одинокий депутат, естественно, слово практически никогда не получали. И эти люди оказываются вообще как бы отброшены. Всех депутатов склоняют к тому, чтобы они партизировались, вошли в состав фракции, действовали, подчиняя себя интересам этих фракций. Если судить по конституционным нормам, то люди, которые организуют выборы, это самозванцы. Это самозванцы, потому что они присвоили себе полномочия, которыми их не наделял никакой легитимный орган власти. То есть вот эти все цирки и так далее. Но это только фасад. Реально организация выборов занимается в неформальном плане. Люди, которые связаны с поступками, которые трудно оценить иначе, как государственную измену. То есть они оставили от государства один только фасад, а за этой вот декорацией театральной творят там свои делишки, в том числе и связанные с выборами, которые должны охмурить подавляющее большинство граждан, чтобы они поверили, что выборы действительно были. Да, очередной раз выборы не тех, очередной раз уровень поддержки Думы будет очень низкий, но все-таки выборы состоялись. Вот это и есть главный замысел вот этих изменников, находящихся за кулисами, имитировать выборы настолько, чтобы народ поверил, что они состоялись. И якобы с каждыми выборами у нас происходит легитимация органов власти. А на самом деле происходит очередная иллюзия. И люди очередной раз впадают в эту иллюзию. И, наконец, у нас правящая структура, это ни для кого не секрет, это олигархия, которая все выборы монетизировала. И речь идет уже не о том, чтобы выдвигать какие-то идеи, какие-то законопроекты, какие-то идеологические доктрины. Нет, об этом речи не идет, и мы сейчас можем прекрасно видеть, что происходит в этом информационном пространстве, о котором я сказал в начале. Там это не обсуждается, потому что все монетизировано, достаточно создать примитивный спектакль и убедить всех, прежде всего, чиновников в том, что они должны этой власти подчиняться, беспрекословно, как только выборы состоятся. Но реально полномочий-то у него депутата Государственной Думы никаких, никаких. Есть партийные интересы, и они обязаны в офрациях подчиняться этим партийным интересам. Теперь о том, как организованы эти выборы. Они организованы таким образом, что отдельный депутат или парламент в целом не получат больше 10-12, ну максимум 15% голосов всех избирателей, имеющих право голоса. Не больше. То есть этот парламент, в любом случае, это уже заложено в той системе, которая есть, не будет представлять большинство. Я не говорю, что даже меньшинство они способны представлять. Они и меньшинство не способны представлять. Но даже вот по формальным цифрам, электоральная поддержка отдельного депутата, который будет по мажоритарному округу баллотироваться, вряд ли будет превышать 10-15%. Это уже будет такой рекордный показатель, за которым может быть уже какой-то административный ресурс, мощно действующий. Он и в остальных случаях действует. Но тут вот какой-то экстремальный, там вся воинская часть придет и проголосует, как сказали, а не как захотелось. Мы знаем, что выборы организованы таким образом, чтобы в них могли участвовать только отфильтрованные партии. А как они фильтруются, вы прекрасно знаете. То есть зарегистрируют только тех, кто лоялен. Но мало того, само законодательство устроено так, что те партии, которые зарегистрированы, партиями не являются. То есть они не стремятся к власти, а по законодательству они просто представляют некие общественные настроения, или общественное мнение. Они отражают общественное мнение. Они не претендуют на то, чтобы быть властью. Так записано в законе. В политологических словарях сказано иначе. А здесь записано вот так. Мы знаем, что все списки согласованы. Все списки каждой партии согласованы. Мы такие случаи знаем, когда речь шла вовсе не о партиях первого ряда, которые имеют высокий шанс пройти в Думу. А вот из тех, кто баллотируется от так называемых малых партий, которые шансов почти не имеют, они тоже согласовываются. То есть человек, который имеет хотя бы минимальные шансы, но считается по каким-то параметрам неприемлемым для этой власти, он просто будет из списков устранен. Это было и раньше. Но раньше система давала сбои, ошибалась. Сейчас она уже не ошибается. Она дует на воду, обжегшись даже на молоке. И мы знаем, что большинство партий, которые допущены до выборов, являются фиктивными. На момент их регистрации они якобы имели разветвленную сеть, но их просто платили определенным людям, которые ставили свои подписи и таким образом образовывались региональные отделения. На момент проведения выборов их никто не проверяет, потому что эти партии уже согласованы. Зачем еще раз проверять? Но реально нет у этих партий никакой инфраструктуры. Есть только говорящие головы и есть лицензия на участие в выборах. Они не представляют, не то что какие-то социальные или профессиональные слои, они не представляют даже своего актива, потому что его реально нет, не существует. И они не представляют никакой идеи. Зато есть фальшивки на все вкусы, есть хоть любой помысел, он предлагается в виде вот такого макета партийного. Вы хотите за пенсионеров? Есть. Хотите за экологию? Есть. Как социалисты, пожалуйста, коммунисты, две партии. Все что угодно на ваш вкус, самый непритязательный вкус, он всегда получит некий такой символ, что ваш интерес представлен на выборах. Не в парламенте, а на выборах представлены. Большинство этих интересов, естественно, за год будут выброшены после оглашения результатов выборов. Мы посмотрим, завершаю, посмотрим к русскому вопросу, кто-нибудь из тех партий, которые выдвинулись на выбор иметь какое-нибудь отношение, поднимал этот русский вопрос. Говорил бы о демографии русского вопроса, говорил бы о геноциде, о заливающей государственные органы русофобии. Нет таких участников. А русские большинство, подавляющее большинство в Российской Федерации, ни одна партия этот вопрос не поднимает. И на дебатах его не предусмотрено поднимать. Потому что очень неудобный вопрос. Как только его начинаешь поднимать, все равно понятно, что все это фальшивка, не выборы. Стоит ли в таких выборах участвовать? Мы пришли к выбору, что если это фальшивка, то участвовать в них не нужно. Напротив, нужно противостоять такой избирательной системе, такой системе формирования государственной власти. Противостоять фальсификаторам политической системы, противостоять фальсификаторам выборов. А фальсификации мы ожидаем, как и раньше они были. И изобличение, к сожалению, не приводит ни к какому изменению. Потому что все уже договорились. Судебная система, правоохранительная система, государственные органы. Все они между собой договорились. Поэтому мы считаем, что задачи граждан на этих выборах, во-первых, разоблачение их лживости и нелегитимности тех органов, которые будут по итогам этих выборов сформированы. И устремление своих всех усилий, прежде всего на то, чтобы прекратить геноцид русского большинства и других коренных народов. Устранить самозванцев от власти, а сейчас все они самозванцы, всех, кто называет себя высокими государственными деятелями. Сформировать структуры гражданского общества и национальной безопасности. Они все разрушены. И все то, что называется такими структурами, работает на интересы ладвийских журпировок или каких-то олигархических структур. Как таковой национальной безопасности у нас тоже уже нет. Эти органы работают в другую сторону, в другой сфере. Провести учредительный референдум, который соберет, по крайней мере, не менее половины от числа избирателей за некий проект конституции или какой-то конституционный документ, учредительный документ о созыве, скажем, конституционного собрания и так далее. И обеспечить реальное представительство не по партиям, а по социально-профессиональным группам. Все эти условия, к ним ни одна из действующих структур, участвующих в выборах, не подходит. Соответственно, за них голосовать мы не можем. Можем ли голосовать за отдельных депутатов, вроде таких, которые выставляют некий товар и предлагают, чтобы за них проголосовали, тоже не стоит. Мы не видим тех, за кого стоит голосовать. Если на этих выборах нет наших, то что нам делать на этих выборах? Наш голос все равно будет украден в любом случае по итогам. Поэтому наш вывод Русского национального фронта, мы не можем, и советуем другим русским людям, и вообще всем честным гражданам, не участвовать. Мы не можем участвовать в фальсифицированных выборах. Поэтому мы в них не участвуем, но мы проводим дебаты на этот счет. И готовы услышать альтернативную точку зрения. Просто, может быть, кто-то еще готов будет поддержать дискуссию. Все есть теми пунктами, на которые я хотел обратить внимание. Первое, ну там скажут, что вы против выборов. Мы не против выборов. Потому что то, что сейчас происходит, это не выборы. Мы за выборы. Но то, что сейчас, это не выборы. Поэтому на этих не выборах не надо участвовать и обманывать себя и всех остальных. Народное представительство нужно. Как оно должно устраиваться? Не так, как сейчас. Потому что сейчас никакого народного представительства, даже если бы были выполнены все законы, все равно не будет. Так устроено законодательство. То есть ни эта конституция, ни это законодательство не позволяют сформировать народное представительство путем выборов. Или каким-то другим путем. Не знаю, там, кооптации. Об этом можно говорить. Это отдельный вопрос. Не только на выборах можно сформировать народное представительство. Второе. О том, что мы, если мы не идем на выборы, мы дарим голоса Единой России. Это не так. Это если вот примитивно мыслить арифметически, можно сказать, что так. Но смотрите, есть ли разница между тем, кто пришел на выборы, и тем, кто проголосовал за партии, не преодолевших 5% барьеры? Нет, никакой разницы. Потому что все равно перераспределение пойдет на те партии, которые прошли этот барьер. Вы хотите, чтобы какая-то партия преодолела 5% барьер? Вот партия зеленых, что вы так доверяете ей, что она не является филиалом Единой России? Или что те, кто попадет, перейдет этот барьер, не станут членами Единой России? Так у нас есть самый, можно сказать, продвинутый опыт Родины. Там все в деталях как раз и показано, как это происходит. Вот получилось. Во-первых, заранее был сговор, это был, я это знаю достоверно, изнутри, кремлевский проект. Они хотели что-то противопоставить КПРФ. Но ошиблись, понимаете, вот ошиблись. Но эта ошибка стоила того, что как только Родина появилась в Думе, тут же несколько человек из фракций, те, кто прошли по спискам, они тут же оказались в Единой России. Как это может быть? Ну там известный банкир Лебедев, мой однофамилец, тоже такой деловой до сих пор депутат. Они сразу там оказались. Потом следующий, следующий вброс раскола. Давайте между лидерами сцепитесь, одному одно пообещали, другое другое, другому другое. Они сцепились по поводу президентских выборов. Раскол идет. Потом внедрение крота, который все это начинает рассыпать. А потом, наконец, скупка, скупка всего актива. Ребята, мы на следующих выборах дадим вам пройти. Вы только сдайтесь всю инфраструктуру свою. Справедливой России. Они сдали. Я последний был, кто ушел из Родины. Они сдали все. Теперь появляется Родина, это вот еще одна заметка. Теперь появляется Родина, которая говорит, мы были в Государственной Думе. Да не вы были. Вы, вот Алексей Журавлев, жалко, что Боброва ушла, информация для меня важная. Алексей Журавлев был организатором съезда, вот этого, так называемого, объединительного съезда. Но это незаконное деяние, потому что никакого объединения законодательство не предусматривает. Роспуск и формирование новой партии. Роспуск. И был ликвидационный съезд. И им руководил, его организовал, реальным руководителем всего организационного процесса, был Алексей Журавлев, который сейчас возглавляет Родину. Ну, это же фальшивка. Это фальшивка ему за организацию вот всего этого безобразия, за скупку, за организацию скупки всего актива. Ну, там люди были слабые, я тоже видел, как их скупали. За это ему вот эти банкиры, которые все это профинансировали, подарили автомобиль там не меньше миллиона рублей стоимостью. Я один раз в нем проехался, достоверно могу говорить, но он сам хвастался. Вот мне дали за этот съезд. Поэтому масса есть инструментариев, которые все эти арифметические расчеты просто стирают мгновенно. По поводу, вот было сказано, вера во власть убита. Так и должно быть. Вера в ложных богов должна умереть. И мы должны убивать эту веру в то, что вот эта власть вообще хоть что-то будет делать для народа. Эти ложные боги должны быть низвергнуты. Там с КПРФ. Никаких альянсов с КПРФ не может быть. Не может быть, потому что эти люди лгут всегда. Зюганов лгал от самого момента, когда он возглавил эту структуру. Вы помните, кто наблюдал за этим в этот самый ФНС там был в 93-м, потом, как я уже не помню, как там альянс национально-патриотических сил в 95-м. Лгали, обманывали, ставили все время только свой список и свои коммунистические догмы на первое место. Они неисправимы, господа. Ведь человек, назвавшийся коммунистом, неисправим абсолютно. Поэтому какой может быть я абсолютно как монархист, я против любых альянсов с какими-либо социалистами. Социальность, да, социализм нет. Социализм от сразу убийства всего русского, всего национального. Нам было тут сказано, что народ как сброд, они все равно тащатся на эти выборы этого доброго. Сказал, нам надо научить бюджетников не ходить на выборы. Их заставляют, надо их научить не ходить. Это не расслабление, это волевой акт. Мы к этому людей склоняем, к волевому акту. Не бояться ничего, ни начальников, ни там увольнения и так далее. И не ходить на выборы, которые выборами не являются. Дальше было сказано о том, что партия снята ПВО за, скорее всего так оно и есть, я думаю, за словосочетание русский миллиард. Партия дело тоже абсолютно лояльная к ныне действующей власти. Заодно только слово русские, там где-то у них в программе против нее уголовное дело было распрождено. И на выборы она не пошла. Поэтому это репер. Как только вы говорите русский, вы на выборы не пойдете. Ни под каким видом. Я не знаю, чем там думали в партии Великое Отечество. Как только они это слово применили, они исключены из списка для голосования. И я думаю, что раз и навсегда. Так между делом Сардеева никаких книг не писал, предисловие к одной его книжке написал. И еще раз скажу, что выборы нужны. Мы за выборы. Мы за честные, не просто честные выборы, а выборы, которые позволят сформировать народное представительство. А оно и будет русской властью. А мы же за русскую власть. Спасибо, Андрей Николаевич. Мемлен, пожалуйста. Да, значит, вот некоторое уточнение. Значит, Конституция у нас все-таки позволяет. То есть статья 3, статья 12, статья 13, статья 32 говорит прямо о чем.